Какие проблемы с эволюционной биологией? Какие проблемы с эволюционной группой помогают друг другу. Даже есть совершенно фантастические примеры, когда, например, бегемот вытаскивает антилопу из пасти крокодила и кладет ее на берегу и пытается ее как-то оживить, хотя она уже в полусмертельном состоянии. То есть мы видим, что у животных есть стремление к операции. Хотя с точки зрения такого наивного подхода к эволюционной биологии, к теории естественного отбора, непонятно, откуда же оно взялось. Потому что, так как у нас происходит борьба за существование, то очевидно, что каждый должен максимизировать свою выживаемость, но никак не помогать другим. Зачем тратить на других, если я могу потратить время на самого себя? Эта проблема активно исследовалась, начиная с 60-х годов XX века. И было предложено несколько подходов, которые объясняют, почему же такое возможно. Первый подход связан с родственным отбором. Он говорит о том, что так как отбор действует на гены, то если у нас в популяции есть гены, которые заставляют своих носителей действовать альтруистично, то, соответственно, они помогают другим генам, которые могли бы оказаться тем, в отношении кого мы действуем альтруистично. И если мы их сравним с другими генами, которые не действуют альтруистично, то в сумме те, кто действует альтруистично, будут лучше, и это позволит им вытеснить тех, кто действует не альтруистично или не кооперативно. Существенный момент здесь заключается в том, что это альтруистичное или кооперативное поведение должно быть направлено на того же, у кого есть такой же ген, иначе эта модель не будет работать. Поэтому в случае родственного отбора это очень хорошо работает, потому что, скорее всего, потомок имеет гены, схожие со своим родителем. И поэтому, если мы будем кооперироваться со своими родственниками, то родственники, скорее всего, будут кооперироваться с нами, потому что у них заложена такая же программа кооперации. Вторая теория, объясняющая кооперацию, связана с так называемой теорией взаимности. Когда мы можем, животные могут запоминать, чтобы решить ту же самую проблему, кооперироваться только с теми, кто кооперируется в ответ, но не с теми, кто эгоистичен и халявщик, с ним кооперируется, а он ничего не делает в ответ, для этого животные могут использовать свой мозг, свою память, для того, чтобы запомнить просто на примере взаимоотношений, с кем было возможно кооперироваться, то есть кто ответил правильно, тот, кто ответил плохо. И в будущем избегать кооперативного поведения альтруистичного в отношении плохих парней, и реализовывать, и дружить с теми, кто ведет себя хорошо. И последняя основная теория, теория группового отбора, она позволяет также объяснить возникновение кооперации за счет того, что если у нас популяции развиваются в некоторых локальных группах, и потом происходит перемешивание генов между этими группами, то за счет маленького числа особей в отдельных группах у нас может быть высокая стахастичность, и группы, в которых случайно оказалось много кооператоров, могут получить гораздо большую выгоду, чем те группы, в которых кооператоров было мало, и оставить большее число потомства, дать большее число потомства в общий приток миграции. И, соответственно, таким образом кооператоры захватят остальные группы. Эти модели в основном рассматриваются в теоретической биологии при помощи математического и компьютерного моделирования, а в экспериментальной биологии при помощи исследования поведения животных. Так, например, меня поразил пример действия родственного отбора у людей. В одном из обществ, живущих на Техокеанских островах и имеющем достаточно свободные половые отношения, отцом ребенка считается не физиологический отец, который зачастую неизвестен, а родной брат матери. Он выполняет социальные роли, абсолютно точно такую же роль, которую выполняет в нашем обществе отец. То есть на нем лежат все те же самые обязанности, и ребенок относится к нему точно так же, как у нас ребенок относится к отцу. Отбор родственный очень легко это объясняет, потому что очевидно, что вероятность того, что в родном отце матери будут гены этого ребенка, то есть то, что он является действительно родственником, гораздо выше, чем вероятность того, что его родственником является тот человек, про которого мать думает, что он отец этого ребенка. То есть это пример того, как такие глубокие генетические и биологические вещи отражаются на социальном устрое общества, которое нам кажется культурной частью нашего существования. Сегодня в исследованиях кооперации одним из наиболее актуальных вопросов является вопрос о том, каковы должны быть условия, которые будут повышать вероятность возникновения кооперации. Это важный вопрос не только с теоретической точки зрения, который позволяет объяснить, а в каких условиях действительно кооперация возникала, но и то, как мы можем теперь изменить некоторые правила игры, например, в нашем обществе, чтобы мы увидели возникновение кооперации в каких-то конкретных социальных институтах, которые нам нужны. Можно сказать, что главное влияние этих исследований заключается не только в влиянии на наше представление о том, как же эволюционировала кооперация именно с научной точки зрения, но также является и очень существенным фактором, который еще недооценен, но который неизбежно будет включен в наш культурный дискурс. Это вопрос о том, как появилась и как эволюционировала мораль человека. Потому что это поведение, которое мы видим кооперативно у животных, оно в человеческом обществе называется моральным. То есть те моральные принципы, которые есть у человека, ценности и установки, они связаны, они определяют кооперативное поведение человека в той или иной ситуации. Он при помощи этих принципов может оценивать свои или чешие поступки, как хорошие или плохие. И вопрос о том, откуда возникли эти ценности, он имеет очень глубокое и очень обширное значение для нашей культуры. С одной стороны, у нас может быть абсолютное представление о моральных ценностях, которые даны нам Богом или даны нам какой-то силой внешней. Или же у нас могут быть представления, что это некоторые ценности, которые возникли в ходе биологической и культурной эволюции. То есть это ценности, отобранные нашей эволюционной историей. И это очень сильно меняет наш подход к этим ценностям, потому что очевидно, что если некоторые ваши ценности заданы некоторым абсолютом, то вы и относитесь к ним как к чему-то неизменному и обладающему внутренней ценностью. Когда же вы видите, что это результат некоторого процесса, пусть позволившего адаптироваться вашим предкам к окружающей среде и позволившего им выживать, и таким образом имеющим огромную ценность с эволюционной точки зрения, вы понимаете, что в современном быстроменяющем сообществе, когда окружающая среда очень сильно меняется, технологии изменяют среду обитания человека, и социальные нормы начинают меняться, может быть, часть из этих ценностей уже не являются адаптивными. Может быть, мы должны от них отказаться. И это ставит перед обществом проблему, как выбрать то, на какие ценности мы будем влиять. И здесь вот это исследование кооперации превращается уже из области фундаментальной науки в некоторую прикладную область. Потому что если мы будем представлять, какой же результат мы хотим получить за счет изменения этих ценностей моральных, возможно, нам нужно обратиться к ученым, для того чтобы узнать, к чему приведет то или иное изменение этих моральных ценностей.